Здравствуйте! Это информационная программа «День за днём» в студии Анастасия Терехова. Мы расскажем о самом важном в жизни Тобольской региона на этот час. Трассу под Тобольском к 2027 году расширят до четырёх полос. На эти цели планируется потратить 11 миллиардов рублей. Закупка осуществляется за счёт средств федерального бюджета. Протяжённость участка составляет 12 километров. Здесь планируется построить две транспортные развязки, два моста и два путепровода, а также пешеходные переходы и освещение. Начало работ намечено на 7 ноября текущего года. Завершить реконструкцию подрядчик обязан до конца 2027 года. 15-й микрорайон Тобольска стал зеленее. Более 500 саженцев высадили здесь школьники и коммунальщики, а затем к акции «Тысяча деревьев» присоединились и волонтёры Сибура. Подробности в следующем сюжете. Берёзы, ивы, липы и ели. Более 500 молодых деревьев украсили дворы и аллею вдоль дороги 15-го микрорайона Тобольска. Появились они благодаря акции «Тысяча деревьев», в которой приняли участие волонтёры Сибура. Свой вклад вносим в город для его обоговораживания, для его красоты, чтобы люди ходили, чтобы видели, что это есть именно город наш, такой чистый, такой зелёный, такой прозрачный, такой красивый. Это нас окрыляет, это нас обоговораживает. Вклад в развитие города вносят и те, кто в городе совсем недавно, но уже успели его полюбить. Я не коренная жительница Тобольска, но поскольку я живу здесь, мне бы хотелось оставить свой какой-то хороший след, ну вот в виде небольшой берёзы, которая, надеюсь, превратится в красивое, большое, мощное дерево. Я вот буквально недавно переехал с Амурских площадок до проекта АГПЗ, АГХК. Такие же акции проводятся, высаживаются тысячами деревья, разные растения. Это такой тренд, который на всех строительных площадках, на действующих производствах, который поддерживается и развивается. Проект «Тысячи деревьев» является частью программы «Тобольск настоящий». В прошлом году уже появилась зелёная полоса вдоль проспекта Дзираева. А в этом саженцами пополнится улица Немешева и жилые дворы молодого микрорайона. Ещё в 2021 году, когда мы запустили эту программу «Тысячи деревьев», мы осознанно заявили, что эта программа на три года. Следовательно, на 2023 год она точно продолжится. Но уже по итогу реализации 2023 года, я думаю, что мы сможем сойтись в определённую переговорную опросную позицию, а нужно ли продолжать. И решение о её более долгосрочном решении мы примем в 2023 году. План работ масштабный. До конца октября озеленят 10-й и 7-й микрорайоны улицу Аптекарскую, сквер Достоевского и другие точки Тобольска. Анастасия Терехова, Шамиль Гулиев, Ярослав Прохоров. Тобольское время. 1726 подростков было трудоустроено в течение лета. Такие итоги озвучили в рамках итогового круглого стола в администрации города. Ребята трудились в качестве рабочей зелёного хозяйства, помощников уборщика территории, архивариуса, помогали вожатым, культорганизаторам и инструкторам по спорту. Добиться разнообразия вакансий помогли не только учреждения социальной сферы города, но и коммерческие структуры. Работать не просто с целью выполнения физической какой-то трудовой функции, а с целью возможности ознакомиться с разными компетенциями. Те, кто смог подхватить эту идею, и те, кто создал условия для знакомства с профессией, я хочу выразить отдельное слово благодарности. Уже сейчас начинается формирование списка вакансий на следующее лето. С 15 января начнётся регистрация потенциальных работников. Глава города поручил продумать формат открытия летней кампании, чтобы он отражал предпочтения молодёжи. Игрушечные телефоны вместо настоящих житель Новосибирска обманом подложил их сотрудникам салона связи. Мужчина зашёл в магазин и попросил показать несколько смартфонов. После его ухода сотрудники салона обнаружили, что на витрине остались подделки. Отвлекая продавца, злоумышленник быстро подменил коробки с мобильными устройствами. Три похищенных телефона он продал в Новосибирске по 75 тысяч рублей, выручив в итоге порядка 200 тысяч. Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого по месту жительства. По данным фактам возбуждены уголовные дела по статье «Мошенничество». Санкции статьи предусматривают максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Фигуранту избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. А сейчас о прогулке, которая могла закончиться трагически или о счастливом спасении. Тобольская пенсионерка в минувшие выходные решила сходить в лес. В результате пришлось провести там всю ночь. Если бы не полицейские, спасатели и поисковики из отряда «Феникс», неизвестно, чем бы все закончилось. Как проходила спасательная операция, расскажет Шамиль Гулеев. Со слезами Шамши Камал Шарипова вспоминает, как потерялась в лесу. 68-летняя женщина заблудилась в болотистой местности отдаленного микрорайона Менделеева. А все началось с простого желания пенсионерки прогуляться в лесу. Подышать свежим воздухом она вышла после обеда. И в итоге прогулка затянулась до самой ночи. Каждый такой световой выстрел, шанс найти потерявшегося Шамши Камал искали 14 полицейских спасателей и волонтера отряда «Феникс». У женщины, к счастью, с собой был сотовый телефон. И хотя связь словила плохо, поддерживать общение с ней получалось. Мы в одном месте отстрелили, она не видит на связи с нами. Мы переехали на другое место, где можно было ездить на машинах, где нельзя было, мы шли пешком. На другую точку вышли, получается, ну, отошли там 4-3 километра, снова стреляли, она снова не видит. Следующий сектор взяли, ну, уже поняли, что здесь ее нету, провели анализ. Пришли в третье место, сделали отстрел, она увидела ракетницу, мы поняли, что она в этом районе. Кричат, и я кричу, уже голосу не стало. Кричу, они отвечают, вижу далеко, свет загорелось. С надеждой в сердце, но со страхом в глазах Шамши Камал Шарипова пыталась выйти из леса. А ведь в ту непростую ночь холод чуть не победил заблудившуюся женщину. Где упаду, полежу, встану, опять пойду. Потом девчонки говорят, у вас телефон садится, возьмите палку. Я говорю, я с палкой хожу. С палкой, говорят, ударяйте по дереву, чтобы слышно было. И так всю ночь, только в половине четвертого утра поисковикам из отряда «Феникс» удалось обнаружить пенсионерку. Шли мы до последнего с надеждой и верой. Мы знали, что мы найдем, вот прям вот по-другому мы даже думать не хотели. Мы вот прям вот были настроены, что мы найдем и никак иначе. У нее сил уже не оставалось. Она уже устала сильно, вымотанная была. Сильно хотела пить, потому что обезвоживание шло уже. Мы даже когда уже выводили бабушку, мы сами чуть-чуть начали плутать. Мы сами начали блуждать там, пока они включили сирены. Эти события для Шамши Камал Шариповой остались позади. Теперь только радость и слова благодарности для всех спасителей. Конечно, благодарна. Я думала, еще у меня давление на инвалидности. Думала, что-нибудь случится и не найдут меня. Нет, спасибо нашли. Спасибо всем. Шамиль Гулиев, Михаил Куричко. Тобольское время. Жителей Тобольска приглашают на учебное занятие по оказанию первой помощи и формированию аптечки мобилизованного, которые проведут медики. Информация о мероприятиях опубликована в социальной сети ВКонтакте в группе «Мобилизация Тобольск». Ведущими выступят Евгений Трифонов, стаж работы в скорой помощи более 13 лет и Георгий Григорчук. Ближайшая встреча намечена на 7 октября. Также организаторы приглашают к сотрудничеству других медиков и тех, кто имеет боевой опыт и желает поделиться им с участниками занятий. А в технопарке «Кванториум» прошел первый в этом учебном году городской форум «Вода и здоровье». На нем представили свои проекты участники разных возрастов. Подробности в следующем сюжете. Хэштеги о пользе H2O «Умный душ», «Новый пруд» и «Набережная в городе». Самые смелые и креативные идеи представили участники на городском хакатоне «Вода и здоровье». Команды презентовали свои проекты и рассказали, как их можно воплотить в жизнь. Хэштеги, да, почему я выбрал данную тему вместе с командой? Просто потому, что они сейчас на момент, во-первых, популярные. Также они присутствуют, в принципе, даже возьмем те же самые менседжеры ВК, Телеграм, одноклассники те же самые, присутствуют везде эти данные хэштеги, конечно же. Поэтому и распространять их будет намного легче. Также это набирает более популярность. В конкурсе проектов вместе с воспитанниками технопарка «Кванториум» в одной команде выступали участники проекта «Перезагрузка 60+. Большая разница в возрасте не стала помехой. Жизненный опыт старшего поколения и инновационный подход молодых – тандем сложился и принес свои плоды. Я для себя много открыла, познакомилась с интересными людьми, получила какие-то новые навыки. Несколько раз я участвовала, а сегодня нас пригласили на хакатон. Я первый раз участвовала, и очень понравилась сама идея. Благодаря проекту «Перезагрузка 60+, таблики серебряного возраста получили новые навыки и знания». Проект показал, что на пенсии можно реализовать себя, свои смелые идеи и идти в ногу со временем. Мы решили их тоже привлечь вот к такой форме, к защите проектов на хакатонах, как это делают наши воспитанники. Идея получилась очень интересная, это наш первый такой опыт. Я думаю, что мы этот опыт будем применять. Хакатоном завершили «Перезагрузку». Этот проект получил поддержку программы социальных инвестиций «Сибура. Формула хороших дел». Стоит отметить, что старшие поколения являются самой большой аудиторией среди участников наших проектов. А в этом году они вышли на новый уровень. Из 20 проектов победителей, 3 созданы старшим поколением для старшего поколения. Это очень интересный результат. Проекты тоже разноплановые абсолютно, как творческие, так и технической направленности. В завершении лучшие проекты на тему «Вода и здоровье» были отмечены дипломами и подарками. Юлия Савиных, Елена Макова, Рустам Рузеев. Тобольское время. Тобольский парк Ермакового поля отмечен дипломом Союза архитекторов во Всероссийском смотре конкурсе «Зодчество-2022» в разделе «Постройки» в номинации «Общественное пространство». Всего на конкурс было представлено более 450 работ. Об этом ботаническом саду знают не только табаляки. Сюда приезжают гости со всей России и даже из-за рубежа. Инициатор проекта Аркадий Илфимов более 20 лет потребовалось на возделывание сада, обустройство парка, подбор и установку архитектурных элементов, чтобы открыть его для посетителей. Сосны, липы, вязы – посаженная во время войны пихтовая аллея. Из Новосибирского, Екатеринбуржского, Барнаульского ботанических садов сюда привозили сетки, кустарники, деревья и цветы. Далее прогноз погоды. О том, какие события будут происходить в Тобольске, дальше мы обязательно расскажем в следующих выпусках программы «День за днем». Смотрите нас и в телевизионном эфире, и в социальных сетях. До встречи! Субтитры предоставил DimaTorzok МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Субтитры предоставил DimaTorzok